Новосибирские альпинисты приступили к тренировкам на открытом воздухе. Заниматься на скалодромах пока нельзя из-за соображений эпидемической безопасности. Чтобы оттачивать навыки, спортсмены используют опору Октябрьского моста. Завтра – Международный день альпинизма. Отметить его в горах новосибирские скалолазы в этом году не смогут. Границы страны закрыты. Но тренировки не прекращают. На одной из них побывала Вероника Иванова. Попробуй локоть вниз. Не на трипать стены, а вниз его. Вместо горного пика – опора Октябрьского моста. Новосибирские скалолазы и альпинисты из разных клубов тренируются здесь регулярно. Внизу мягкий газон, но экипировка нужна. Специальная обувь для сцепления, пояс. Руки обрабатывают магнезией, чтобы не скользили. Один поднимается, второй страхует. Нельзя сказать, что это полноценная альтернатива скалодромам. Все-таки здесь достаточно однообразный рельеф. Но, тем не менее, очень много плюсов. В частности, близость к реальному рельефу. Такие уникальные в своем роде зацепы, уникальность лазания. Ну и опять же на свежем воздухе. На данный момент, к сожалению, естественно, альтернатив никаких нет. Нужно пройти трассу или время улучшить. По разным оценкам, сложность ее – 6 из 9 возможных уровней. Когда спортсмен поднимается по подготовленной трассе, это скалолазание. Альпинизм же начинается, когда точки опоры он устанавливает по ходу восхождения уже без страховки. Здесь, возможно, только первое. Но и это нагружает ноги и делает руки цепкими. У скалолазов, конечно, специфические мышцы. Но так как мы альпинисты, нам надо поддерживать в комплексе все. Всю свою форму. Это как беговая, как дыхательные всякие упражнения. То есть на сердце. И так вот технические. То есть это скалолазание, это работа с веревкой. Это, возможно, какие-то для зимних походов. Роем пещеры, подготавливаемся. Плотная программа и у новичков. Они готовятся к первому походу на Акт-Ру в Республике Алтай. Идея пойти в горы была с детства. Ну, какая-то такая мечта может быть. Заниматься начала три месяца назад. Тренируемся минимум три раза в неделю. В основном пять раз. Выезжаем на скалы. Бег, велосипед, упражнения, УФП. Гранитная облицовка опор идеально подходит для тренировок. Это отличная имитация природного камня в настоящих горах. Казалось бы, взгляду обывателя зацепиться здесь просто не за что. Но скалолазы и альпинисты тренируются здесь уже не одно десятилетие. Спортсмены в Новосибирске мечтают об уличном скалодроме. Более высоком, чем закрытый. Уличный там могут 15-20 метров скалодром. Плюс на уличных скалодромах там можно лазить с инструментами зачастую, если есть подготовлено под это. То есть драйтулинг там в кошках с инструментами ледовыми. Тоже очень полезный навык в горах. Пока доступ к зарубежным вершинам закрыт вместе с границами, спортсмены ездят в походы в Хакасию, Красноярский край, на Урал и Кавказ. Говорят, ни скалодромы, ни опоры никогда не заменят настоящих гор. Вероника Иванова, Сергей Хлопов. Новосибирские новости.